А тем часам у столицы працуют над туристичной инфраструктурой для туристов из Китая. Выданный первый буклет – топ-16 самых популярных туристичных мест в Минске на китайской мове. Переклад назвал основных славу тесты недавно заявился на информационных стендах в городе. Под обязанной Надея Сербиненко. Могчимостью прилететь в Беларусь и застаться у нас на 5 дней без визы уже скоростались больше за 50 тысяч туристов из всего света в Тымлику из Китая. Зараз идея распроцовка могчимости повеличить этот термин. Для граждан КНР – до 30 дней. 2018-й объявленный годом туризма Беларуси в Китае. Але и наша столица робит певные кроки в направлении китайских туристов. Так, в самом центре Минска, каля ратуши, на информационных стендах в першиню заявились китайские иероглифы. Немига, площадь незалежности, кафедральный собор, головной туристичной локации Минска захочали по-китайску. Распроцовкой самих стендов займалась и Беларусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте. А с перокладом допомогла группа лингвистов с БДУ. Все больше и больше поток китайских туристов. Китайцы исследуют весь мир, и в Беларуси в том числе. Мы сотрудничаем с китайцами хорошо. Естественно, появилась необходимость подписи основных хотя бы терминов, основных названий, географических объектов на китайском языке. Он может найти, где покушать, он может получить некие услуги. Это не случайно, это все продумано, связано с туристической стратегией. Створением мобильной и сручной инфраструктуры для гостей из Китая активно занимается и туристичный центр Минск. Тут недавно распрацовали свой буклет. Топ-16 популярных туристичных мест Сауминска на китайской мове. Нам издан буклет об основных достопримечательностях Минска, в частности, ратуша, ворота города, библиотека, цирк, основные наши арены. Буклет можно получить в нашем инфоцентре, а также в инфоточках, расположенных в здании железнодорожного вокзала и у городской ратуши. Удосконаливать городскую навигацию, ликвидовать мовные барьеры и робить Минск больше привабным для туристов из всех стран. Эту работу городские улады протягнуть. На ближайший час запланована установка новых указальников с перекладом на английскую и китайскую мовы. Надея Сербиненко и Денис Гатила, агентство Телена Вин.